Друзья, всем привет! Наконец-то у меня два выходных подряд. Взял я Жорика, загрузил полную машину вещей, едем на рыбалку на Северский Донецк разведывать новые места. Так, я уже говорил в прошлом видео, что хочу съездить куда-нибудь попробовать половить подлещика, может попадется какой-то лещ. Посмотрел я по гуглу несколько мест, куда можно съездить. Ну, думаю, какой-то из них будет свободный, мы с Жориком посидим, половим, отдохнем. Потом заехал в Славянск и заправил полный баллон газа для того, чтобы готовить кушать. Так как у нас на улице очень сильная жара, везде все сухое, костер полить не буду, чтобы не было пожара. Так что, ребята, погнали разведывать новые места на Северском Донце. Продолжение следует... Время уже 8 часов, добрался до того места, на котором планировал порыбачить. Оно свободно, никого рядом нету. Я думаю, те ребята, которые смотрят мой канал постоянно, это место сейчас сразу же узнают. Вот оно, ребята, это место, которое находится на слиянии Оскола с Северским Донцом. Я здесь вставал дневкой, когда сплавлялся с Изюма до Светогорска. Очень мне здесь понравилось, хорошее тихое местечко. Хотел я сюда вернуться и все-таки вот я до конца лета вырвался сюда, попробовал здесь посидеть, половить пару деньков. Как только сюда подъехал, сразу же как-то пришли воспоминания, как я сплавлялся, как я здесь стоял, отдыхал. Хотелось бы мне еще повторить эти дни, но их уже назад не вернуть. Так что, ребята, сегодня буду стоять здесь ночь и завтра еще день. Вот здесь у меня был натянутый тент, стояла под деревом палатка, вон там я рыбачил. Сегодня, наверное, также здесь будет палатка. Тент я сегодня не брал, вроде дождя не обещают. Сейчас в первую очередь, наверное, перенесу вещи сюда под дерево, буду делать прикормку и заброшу два фидера. А потом уже за фидерами закину и пару донок. Немного я здесь уже расположился, установил палатку, поставил вариться пшенку, так как я свою забыл дома. Вчера сварил специально одну пачку, для того, чтобы можно было приехать и сразу начинать ловить. Но ничего страшного, забыл так забыл. Сейчас сварю, поставлю в Донецк, она по-быстренькому остынет. А пока месь приготовлю прикормку для фидера. Сварил я вчера, ребята, пачку гороха. Весь сейчас ложить не буду, половину отложу, остальное оставлю на ночь. Хватит, пока не с половины. Также купил, ребята, попробовать вот такую прикормку. Шоколадный лещ, мегамикс. Не знаю, ни разу не пробовал. В магазине посоветовали, возьми. Так, в комментариях написали, что та прикормка, на которую ловлю, она плохая. Этот фанатик. Ну, пробуй другую. Сейчас сюда в горох. Высыплю. Ну, шоколадный, вроде как, пахнет. Ну, вроде хорошо перемешался. Я думаю, даже воду добавлять ей не надо. Нормальная такая прикормка получилась. И еще, когда пшено остынет, сюда еще добавлю пшена. А на донке будет умягчиться пшено. И вот такая вот прикормка. Делал это для донок. Фидер. Пулемет премиум. Не знаю, тоже такую не пробовал. Я пробовал обычный. Плотва пулемет. Та работала хорошо. А это даже, ребята, не знаю. Буду сегодня пробовать. Все, ребят. Каша вроде там доварилась. Сейчас ставлю ее остывать. Воду. И соберу два фидера. Буду уже пробовать забрасывать. Поставил я пшено. Воду остужаться. Забыл вам еще, ребята, сказать. На донке у меня будет, наверное, пенопласт. Буду вешать. Запахом меда. И запахом ванили. Также купил три баночки червя. Так как дома нету сейчас. Весь он куда-то ушел от такой жары. И весь навоз перекопал. Червя вообще нету. Ну, купил вроде хороший крупный червь. Также взял две банки опарыша. И где-то здесь вот взял баночку кукурузы. Бабусин продукт, ребята. Хорошая кукуруза. Советую. И недорогая. Ладно, сейчас буду уже разлаживать фидер. И начинать ловить. Пора уже забрасывать. Не знаю, ребята, будет видно или нет. Пока сидел, вязал фидер. Так гуляет жерех возле берега. Подхожу поставить рожки. А здесь вот сибирь, или как это называют, верхоплавка пластом стоит по-над берегом. Вот по над всем берегом. Не знаю, камера покажет или нет. Меня не видно. Объектив солнца засвечивает. Кто знает, с чем это связано, напишите, пожалуйста, в комментариях. Собрал еще донки. Ну, пока здесь пшено не остыло. Вода в донце тоже теплая. Будет немного попозже. Так. Одна будет на опарика. Три штучки. Одену. Раз. Два. Три. Ох, и жерех, ребята, гуляет. Такой хороший. Бьет так, под берегом. Ну, рыбаки, смотрю, спиннигисты. Пробуют бросать. Дело особо, смотрю, нет у них. Одного спрашивал, как только подъехал. Ну, мелкий окунь, говорит, клюет. Блин, солнце светит лоза. Кормушки поставил по 90 грамм. Сейчас вода уже упала. Думаю, должны держаться хорошо. Клипсоваться пока месть не буду. Побросаю немножко. Определюсь с точкой, а потом уже захлепсуюсь. Жора, уйди. Уйди, Жора. Вот балбес. Уйди. Так, второй фидер будет на червячка. В этот раз черви хорошие попались, ребят. Крупные. В тот раз банку купил. Вообще, как нитка. В этот раз хорошие такие черви. В этот раз берем все в этот раз по вот вот . вот такая ребята первая обалденная плотва на фидер на опарыша вот ребят поймал только что на фидер вот такого себе для ну здесь он хороший такой зачетный такого все для десятка 23 можно было пенажарю ху середная поклевка ребята опарыша вот такая плотвичка неплохая а таранку как раз самый раз жора иди сюда что ты там алка что ты там до людей пристал вот такая плотвичка поймал я на фидер одну хорошую плотвину густерку и плотвичку поменьше одного мелко такого себе или отпустил за это время пшено остыло этого можно уже приготовить прикормку для донок и попробовать их забросить солнце уже потихоньку поворачивается подходит ближе тенек до того места где я сижу я думаю через час можно будет уже зонтик убирать а то с ними удобно мешает забрасывать добавлю сюда прикормки это пулемет премиум на запах та же самая плотва пулемет только пачка другая пол пачки высыплю хватит у меня там еще есть пачка пшонки может быть придется на завтра сварить поклевки есть ребята и такие хорошие но не частые ну так как люди так любит плотва вообще так берет хорошо аж фидер с рожек сносит тайгу стерка хорошо клюнула нормально такая получилась хорошо лепится увлажнять не буду все еще заброшу одну донку здесь вот поставил рожку а другой будет там вот возле меня буду бросать в ту сторону первая донка будет на пенопласт запаха меда вот такие поехал два шарика забил уже кормушку сейчас будем забрасывать это вот так пускай там будет повесим бубенчик и пускай стоит вторая донка будет на пенопласт сванили так на донку уже ребята там что-то клюет пускай пока все заброшу это так вторую забросим сюда против течения все забросил сейчас она часок посижу буду что-то готовить уже поесть немного проголодался выехла рано утром ничего не ел поклевка на опарусе подожди вот на ребята первый подлещик клюнул на опарыша он маленький наверное вот пущу ладошка но я конечно таких берут но я считаю что надо его отпустить чуть-чуть вы было больше явно то раночку взял ребята смотрите на доночку первый хороший такой подлещик красавчик такой взял ребята вместе с ним случайно вытянул фидер ну уже не зря приехал ребят первый подлещик есть ну такого я думаю можно уже на таранку взять поклевка была на сервячка а ну кто у нас там у ребят еще одна хорошая такая плотинка вот такая ребят вся плотва клевала было вообще хорошо да подожди ты не текай а вот такая ребят хорошая плотва на сервячка клюнула поклевка ребята задону кто-то там есть я сниму бенчик вроде кто-то был есть ребята смотрите плотвичка засеклась нормально такая плотвичка вот такая ребят плотвичка и только что ребята хормия сошел хороший подлещик но я сам виноват на фидер начал его вытаскивать на храпом на берег подхват лежал возле палатки и он уже по над верхом здесь сорвался такой хороший был почти лещ но не буду расстраиваться еще время много свою рыбу я поймаю вот это хороший подлещик ребята елки полгина тут фидер клюет сейчас буду спускаться вниз как-то его доставать ребята есть еще один подлещик он были как и вот и доставать я даже не знаю же хочу подтягивать сюда буду опять слазить вниз как по-другому никак оба на есть ребята вот такой ребят подлещик хорошенький как их неудобно доставать ребят я не знаю и лопаты с собой нету чтобы прокопать ступеньки туда спускаться вниз ну надо как-то приспосабливаться к этому делу вот на ребят такой красавчик вот 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 ой 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 заслались и залазить так ладно ребята вот такой красавчик заглотил хорошо сейчас его буду цеплять есть хороший такой кабанчик ну не знаю получится меня вытянуть вы или нет сейчас я буду прыгать вниз есть ребята достал его небольшой видно из-за течения казался что крупноватый вот такой подлещик ребят вот вот поклёвка была на донку что-то там вроде как и есть ребята на донку подлещик ну как его выводить я даже и не знаю как-то за этой удочкой сюда он такой неплохой все вот опять нырять вниз ой я чувствую направляемся сегодня с этим коротким подхватом да есть ребятки попался такой чуть покрупнее чем я поймал перед этим клюнем на донку на пенопласт вот такой ребят красавчик дай его кину потому что по другому не вылезу уже час дня хорошо солнышко повернулось здесь теперь тенек я зонтик убрал убрал оттуда донку переставил на эту сторону если вдруг попадется подлещик какой-то покрупнее буду пытаться вложить его туда на мостик ну а так придется прыгать туда вниз потихоньку проклевывает интересно конечно это клюет вот это может минут десять потихоньку там дыбать 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 а потом резкая поклевка все он уже есть там бывало даже на два фидера сразу клевала ну что попадается подлещик хорошо я сюда за ними приехал отдохнуть жарко вон набегался дружище отдыхает клюет ребята на червяка на донку поймал на пенопласт снова поклевка на доночку ребята это постараюсь снять бубенчик а то все ругаются бубенчик звенит мешает смотреть бьется хорошенький ребят так куда же выводить я даже не знаю пробовать поднимать нахрапом сорвется сейчас я вот блин подержу возьму подхват попробую спуститься там если в воду не упаду я знал бы взял бы с собой лопату вот 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 есть ребята есть подлещик ну это такой уже вообще хорошенький клюну на пенопласт вот такой ребята хорошенький подлещик сегодня поклевка ребята на донку есть подлещик на видно небольшой то не ребята хорошенький такой так и что опять опять мы будем лезть туда вниз красавчик ребята иди сюда вот такой ребята очередной красавчик вот он сопротивлялся так или такой хорошенький сопротивляется какой-то бойкий попался есть ребята еще один подлещик вот такой ребята красавчик даже у нас тяжел к жарко поклевка на донку уже кто то есть хорошая поклевка такая была резкая есть подлещик ну как бьется хорошо о это хорошенький так как же мне за ней теперь туда нырнуть блин вот только я съехал останемся у о ребята вот это уже достойны красавцы клюну и тоже можно назвать и лещом и он поклев к ребята на сидор а водя сейчас вылезу наверх ребята цеплю и потом покажу вот видео на фитрик льет этого красавчика можно уже назвать или чем хороший такой приятный клюнул на донку красавчик ладно ребята рыбалка рыбалкой а пора уже перекусить я уже удочки не перезабрасываю так как пытаюсь начать картошку уже наверное 1 5 или 6 только берусь за ножик сразу же поклевка пускай потом перезакину я уже проголодался надо покушать хочу сегодня сделать картошку с тушенкой и пока будет вариться картошка надо почистить и засолить рыбу я с собой брал соль так как наловить рыбы это дело одно надо сохранить ее чтобы она не пропала то жалко будет хорошие такие подлещики ничего за солится рыба не пропадет ребята жорку там вот себе выкопал яму лежит отдыхает посетила ребята и порезал картошку но столько получилось но вдвоем жориком вполне хватит также добавил сюда половину молодого кабачка пускай он там будет даже если развалится ничего страшного залил водой сейчас подпалил горелка наверно сейчас еще немножко посолю все пускай картошка варится а я займусь самим на рыбой надо ее почистить и засолить вот такой ребята мой улов с 9 утра до 3 часов вечера здесь такие хорошие подлещики плотва густерка вполне нормальный улов хорошие подлещики конечно порадовали поклевкой сейчас ребята сяду вот там вот на помосте буду чистить и власть туда в кастрюлю потихоньку засаливать так как подлещик начал уже пропадать надо его засолить а потом уже буду продолжать дальше ловить окрас под вечер почистил я рыбу засолил получилась полная кастрюля картошка уже почти довариваются еще минут 15 и буду уложить тушенку удочки перри забросил под вечер со скола несет всякую траву водоросли постоянно цепляется за леску тянет фидера донки после того как перезабросил поклевок пока месть еще не было ну что ребята картошка уже сварилась сейчас добавлю туда тушенку так так перемешаем это дело хорошо теперь туда наверно для вкуса пол луковицы вот так дольками пускай там будет и несколько помидорок вот немножко посолить сейчас возьму соль CAMERU Самики вкусненько так ладно пускай еще минут 5 покипит потом пока остынет а я еще нарежу салатик с огурцами с помидорчиками домашними цебулькой и майонезом вот ребята вот такая небольшая плотвичка на червячка это первая рыба после того как я перезабросил как чистил рыбу под вечер что-то подлещик ребята клевать не хочет посмотрим конечно как он будет брать ночью но почему то я думаю что он скорее всего берет днем в саму жару в том году я не выезжал на подлещика но ребята ездили говорили что ночью кормят а днем в жару он выходит и начинает клевать ну как раз проверим ребята ночь посидим посмотрим рыба клевать не хочет досталась до фидера оставил только две донки так как несет постоянно вот эту траву фидера тянет за леску но если будет поклевка на донке бубенчик зазвенит сейчас покушаю так как я с утра еще ничего не ел рано встал наверное до темна немножко подремаю и попробую еще половить ночью нарубал я по быстренькому такой салатик с огурцов и помидорами и зеленым луком и вот такая вот картошка ребята у нас получилась очень вкусная обалденная сейчас она немножко остынет и тогда уже насыплю жарику пускай покушает тоже он уже набегался сейчас вот там спал в камышах уже куда-то майнул нету ну прибежите никуда он не денется так что ребята всем приятного аппетита кушаю и наверное буду отдыхать расстелю каремат и подремаю немножко удалось мне часок поспать потом не дал Жорка сидит возле палатки охранник охраняет гавкает на малейший шорох да Жорка Жорк охранник сейчас у Валеса на одеялко и будешь спать целую ночь а меня еще ловить только вылез ребята из палатки сразу же была как будто под заказ поклевка вытащил небольшого подлещика сейчас перезакинулся уже были поклевки был один сход вроде как начался вечерний клев забросил я две донки один фидер второй фидер пока не забрался до сих пор несет всякий мусор водоросли вот ребята только недавно забросил если видно вон моя леска и на ней уже висит пучок водорослей ребята хороший подлещик за ним опять придется лезть вниз сейчас беру подхват и спускаюсь ребята да это не подлещик это плотва вот это вот плотвина ребята смотрите какая плотвина вот это плотва обалденная такая плотва у нас такое не поймаешь наверное в наших краях вот это плотвина красавица вот ребята отцепил эту плотву Смотрите какая плотва. Больше ладошки. Вот эта плотвинка. Переставил донку, только забросил и сразу хорошая похлевка. Должен быть подлещик. Сейчас я мостик туда выведу, ребята. Да, ребята, подлещик. Иди сюда, иди сюда. Ой, падаю, падаю, падаю. Есть, ребята. Есть. Вот он, ребята. Такой подлещик вечерний на доночку. Вот, ребята, только что на доночку попалась еще одна такая хорошая плотвичка. Время уже 9 часов. На улице полностью потемнело. Замешал я новую прикормку. Высыпал горох, который у меня оставался. Также добавил пол пачки вот этого шоколадного леща Мегамикс. Посижу часик до 12 и буду ложиться спать. Заведу будильник пораньше для того, чтобы встать и сварить еще пачку пшена. У меня осталось мало прикормки. Не буду ее переводить на ночь, так как лещ, ребята, клюет в обед в саму жару. Как раз не хватает того ведра прикормки, которые сварил вчера и забыл в холодильнике. Как раз бы его на ночь и хватило. Ну, хотя вечером, ребята, и клев не очень такой хороший. В обед клюет намного лучше. Так, пойду сразу наверно туда. Есть, ребята, подлечик. Вот такой, ребята, не сильно крупный. Есть, ребята, очередной подлечик небольшой. Сейчас за ним придется снова слазить. Так, ладно, все, беру подход. Пошел на помост. Хорошенький, ребята. Иди сюда, иди. Иди, красавчик. Вот, ребята. Такой хороший. Еще один попался на доночку. Такой красавчик, хорошенький. Время, ребята, 15 минут 12. Вот клюнул еще один такой хороший подлещик. Вот такой лопать, ребята. Время уже 12 часов. Хватит ловить. Пора уже отдохнуть. Весь ночной улов покажу утром. Все, Журка, ложимся спать. Надо отдохнуть. Завтра еще будет день. Побегаешь, погуляешь, погавкаешь на рыбаков. Все, Журка, спокойной ночи. Ложимся спать. Поехали. 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 ночь исполос хорошо тихо спокойно было тепло сегодня ребята жорка у нас именинник ему уже исполнился целый год помню как я его привез покупал его в лисичанске маленький такой был чуть больше ладошки а тебе смотрите какой здоровый же вырос вот мой друг жорко именинник сегодня да тебе уже целый годик дайте за уши подергаем вот и жорко самый верный друг ребята приготовил ему подарок купил еще два дня назад ему не показывал вот такой ребята ошейник кожаный шипами до жорко будешь теперь модный первый парень на деревне будешь жорк жених уже подрос давай жорко тебе один ошейник новенький давай жорко ребята смотрите какой красавец теперь жорко ошейник шипами даже еще оставил ему банку тушенки на жорко на дорог уши сейчас ребята покажу вам свой ночной улов подловила неплохо таких подлещиков даже там пару лисей попалась вот такой ребята мой улов до 12 часов ночи дальше ловить не стал лег спать здесь хорошие такие подлещики есть пару лещей ну я считаю вполне нормально сейчас разогрею картошку которая осталась вчерашнего дня поем и поставлю вариться пшено поставил разогреваться картошку сейчас поем пока будет вариться пшонка для прикормки наверное уже буду собирать потихоньку вещи можно убирать палатку кое еще там какие вещи можно покидать машину сварится пшонка остынет немножко половлю не знаю до скольки часиков до 12 может до часу до двух там ребята видно будет поклеву и буду уже собираться ехать домой до самого вечера оставаться сегодня наверное не буду остыло уже пшено добавил туда пол пачки мегамикса который остался со вчерашнего дня как раз уже девять часов вчера с 9 начал уже проклевывать подлещик но сегодня ребята что-то я не вижу этого сибеля под берегом который вчера стоял пластом утра вообще не гулял жерих мы все посмотрим перезакинемся свежая прикормка так так одел такой пучочек черевя так один филер есть второй уже водоросли засыпились бы тянет так еще заброшу наверно пока месь одну донку вот туда трава сыграется тянет фидер первая поклевка на фидер на червячка есть подлещик блин ну за ним придется опять спускаться туда вниз наверно вот он ребята первый сегодняшний подлещик ребята поклевка на донку кто то там уже есть пошел я на помост хват туда подлещик ребята иди сюда есть ребята вот вот ребята вот такой подлещик снова началась жара и начинает клевать подлещик еще один подлещик скорее всего и опять придется мне за ним прыгать да ребята еще один подлещик есть а не ребята это не подлещик это еще одна вот такая обалденная плотва вот такая ребята отличная плотвичка на тараночку вообще будет обалденная как хорошо ребята что я взял зонтик хотя его в машину положил уже в последний момент зашел в гараж смотрю он в углу стоит кинул на всякий случай а он и пригодился пекло просто страшное если б не было зонта я б тут наверное больше часу б не просидел проклевывает подлещик но слабо вчера клевал лучше снова несет всякую траву цепляется приходится часто перезабрасывать ну посмотрим посижу до обеда а там будет видно буду наверное уже собираться ехать домой Жорко он тоже мается ходит тут с угла в угол не знаю чем заняться так что ребята сегодня долго сидеть не буду время уже 12 часов я собрал все вещи буду журиком ехать домой рыба еще проклевывает можно было конечно еще остаться но я переживаю за свой улов чтобы он не пропал первую партию я вчера засолил сегодняшнюю хочу довезти домой для того чтобы можно было пожарить и немного заморозить сегодня журику вот уже журка подрос молодец бывало балуется по попе получает для профилактики но без этого никак да журка а так ребята хорошо я отдохнул давно уже мечтал поехать попробовать половить подлещика в эти места где сплавлялся стоял дневкой вот такие ребята красавцы клевали подлещики обалденные все ребята мне рыбы хватит буду ехать домой так что ребята кому понравилось такое видео пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал все ребят всем до встречи пока еще увидимся и